ну ладно в общем пока пока народ подходит кино кино да и горький такой молодой но вы понимаете у кого хлеб да то есть в общем все 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 понятно но на самом деле мы сейчас смотрим эти этот замечательные фильма с таким знаете но с легкой улыбкой на лице да то есть такой к вы на сам по по сути вещей мы все прекрасно понимаем вообще изначально это ром можешь ближе садится тут есть что места вообще изначально но это абсолютно такой стратегический как бы пласт идеологема самое главное про причем горький здесь изображен на самом деле достаточно аутентична он реально говорил вот так вот на окуне он реально был такой высокий он был достаточно крепкий мужик у него в старости все было хорошо с этим делом по женской части то есть он был такой природный вот волжанин с потрясающим здоровьем он когда умер на самом деле там врач обалдели то есть у него здоровье было абсолютно сердце а легкие но вот просто в труху как бы превратились так и закаменели практически но я бы хотел начать с вопроса вам вот о чем кстати свои бумажки не достал и скажите мне вот эти заветные два слова что такое горький вот вы видите да что ну вот не надо даже никаких подсказок делать да мы говорим партия подозреваем ленин мы говорим горький подозреваем буревестник революции то есть горький это абсолютная тире революция и на самом деле она в принципе так и и было достаточно долгое время и это было своего рода проблема проблема для ленина в восемнадцатом году потому что мы действительно говорили горький и и призывали революцию это первый момент второй момент на который я бы хотел обратить ваше внимание горький это одна из центральных вообще фигур опять-таки в идеологической линии советского союза по части литературы но вы должны понимать уже при жизни его некий город был назван его именем и этот город не какой-нибудь нижнепердюйск это нижний новгород экономический узел один из главных российских горьким названо было все самолет самый большой вот улицы там завод горьковский автозавод газ да вот мы сейчас даже не считываем до газа это на самом деле горький ну я же молчу там все проходы станция метро горьковская у нас в петербурге есть почему она так была названа еще скажу чуть позже то есть горький на самом деле обрел статус не меньший чем скажем пушкин или толстой но у него было несколько моментов в жизни не очень удобных для изучения и я все что буду рассказывать сейчас я буду рассказывать не с точки зрения вот там какого-то осуждения так далее потому что моя позиция заключается в том что никто не знает как мы бы там себя повели в данной ситуации да тем более он был натуротворческой тем более у него была сложная судьба а какая у него была сложная судьба ну вот буквально там я сначала прежде чем подвести к вооруженному восстанию 1905 года это как бы первый такой пласт воспоминаний которые все не зачитаю буквально несколько слов вот это он в молодости хочу сказать что мягко говоря не напоминает на вообще вот горького в нашем представлении все-таки вот как людей меняют усы и бороды и так далее если вы посмотрите на молодых там менделеева достоевского их никогда в жизни вообще не узнаете а вот это горький он действительно родился в нижнем новгороде него была трагическая судьба уже в самом начале потому что папа его максим саватевич его звали пешков сын саватия которого кстати выгнали ну почти можно так сказать из армии за очень жестокое обращение с подопечными и вот этот максим саватевич он на несколько раз убегал из дома и в итоге убежал окончательно так вот он его сын алёша вообще звали то на самом деле алёша пешков он заболел этого выхаживал и сам зародился и умер соответственно своего папу горький практически не помнил у него осталось определенные воспоминания затем у него была мама соответственно деда его звали василий каширин вот мама у него после того как папа умер она вышла повторно замуж и с отчимом у горького не сложилось горький в какой-то момент напал на него с ножом такая же кстати была история еще с одним человеком примерно в подобной ситуации этого человека звали юсиф сталин точно также на своего отчего в какой-то момент напал с ножом и горький долгое время жил у этого своего деда в нижнем новгороде с нескольким музеев вот есть дом этого каширина там прям показано там не знаю лавка не лавка где этот маленький алёша пешков жил там показан сундук который его дед запирал на ключ сундук под иконкой в красном углу естественно да то есть как бы чтобы боженька оберегал это все дело у деда была красильная мастерская как мы сейчас сказали на самом деле это двор вот ну что такой красивый мастерская в то время то вонь это абсолютная антисанитария это в общем ужас ужас а горький ну в будущем горький тогда еще пешков он на самом деле был действительно талантливым ребенком как говорил его дед у него была лошадиная память он пристрастился к чтению мать его научила читать а дед его научила церковным всяким тоже грамотам и песнопениям и в общем то в семьдесят девятом году умирает его мать и он остается круглым сиротой то есть его начинают воспитывать бабка с деткой по материной линии а потом дед ему говорит тут первое одно из первых произведений горького называется в люди вот у нас была такая дивная профессия как я вот вчера читал лекцию человек наш человек андрей как я в воспоминаниях графини комаровской описывавший восстание 905 году москве наш человек андрей пошел провожать как бы свою тетку наш человек человек это 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 профиль это должность что-то как бы принеси подай и все остальное вот горький пошел в люди нас а на самом деле и там у него то есть денег не было он пытался учиться в училище собирал там какие-то ошметки от него дурно пахло его называли нищебродом отказывались не сидеть за одной партой это его оскорбляли оскорбляла он ушел значит и он в какой-то момент соответственно мы там были страсти и он в какой-то момент перебрался в казань и вот у меня есть такая фраза физически родился в нижнем новгороде но духовно в казани казань любимейший из моих университетов потому что горький отправился в казань поступать университет но во первых у него не было среднего образования во вторых это было в 1884 году тогда очень жесткий был указ о том что вот этих нищебродов как раз не принимать высшее учебное заведение царское правительство делало все для того чтобы отсечь этот пласт от высшего образования тяга которому была колоссальная и горький начал там работать с босиками на пристани там он как раз революционизировался там он познакомился с какими-то начальными арксистскими идеями там у него случилась первая несчастная какая-то любовь и он пошел на берег реки значит монастырю и там попытался застрелиться застрелился неудачно он прострелил себе легкое его нашел сторож мустафа православном мастыре вот сторож по имени мустафа сугубо православный в татарстане как мы понимаем вот отволок его в этот монастырь горького выходили его отнесли в больницу в больнице он повторно поссорился с врачом повторно попытался покончить с собой выпил там склянку с какой-то дрянью ему сделали промывание желудка церковь его значит предала там не анафеме отлучила на четыре года от церкви и значит вообще грозило последствиям он сказал ну сейчас а я вас прямо на мастыре ты и повешусь то есть он умел вести диалог с людьми на понятном им языке в итоге к чему привела вот это пуля в легких у него на всю жизнь и соответственно испортились легкие надо еще сказать что он курил как паровоз по две пачки в день а то и по четыре причем это отнюдь не эти дым сигарет с ментолом это вот да вот такой беломор даже я думаю отдыхает по сравнению с тем что курил горький да вот и прожил столько времени как знаете как черчилль да с сигарой у черчилля есть крылатая фраза когда его спросили как он дожил до такого возраста он сказал этому я обязан спорту я никогда им не занимался да 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 сказал черчилль вот поразительное свойство человеческой натуры да одни как бы там занимается спортом и умирают от рака другие бухают курят всю жизнь как вообще и живут долго и счастливо пойди разберись тут что в жизни полезнее что в жизни не полезней да вот в казани это все дело произошло и там же а он в казани в какой ситуации очутился он там работал на самом деле он я был в казани там тоже есть музей горького музей горького я вам сейчас покажу его на самом деле как эта кнопочка работает вот вот так вот он выглядит это реально это подвал пекарни где он ну то есть условия мягко говоря не офисные кулера нет как бы кондиционер не работает туалет на улице зато тепло ну то есть все-таки плюсы есть определенные да то есть чем гоним то на них прекрасные условия и это была мастерская пекарная так он родовольца народника деренкова у него было соответственно я не помню то ли дочь или племянница машенька деренкова причем что мне понравилось вот это такая плохая фотография того самого деренкова другой не нашел в интернете да вот это на месте этого монастыря теперь там в казани вот такое дивное сооружение которое вместо называют крематория да на набережной прямо след на набережной как раз на месте вот того монастыря где застрелился горький поэтому здесь по идее могла бы висеть мемориальная доска на этом месте ты много где ходил не знал вспомни ордынку 17 санны андреевны ахматовой вот мне нравится иногда встречаются такие вещи до некой марии черенковой но она не черенкова она деренкова то есть поэтому вот чем богат интернет даже такими вещами я опять-таки я привет бонжур он хочет сюда садись хочешь туда садись я не докапываюсь я сам косячу постоянно да но я-то косячу почему потому что я это все читаю вам онлайн и потом пересматриваю думаю боже что за ересь я несу то есть ну как бы бывает редактуры нет а здесь то ну как бы можно было как-то перепроверить и прочее до мустафа юнусов это важно да ты теперь будешь спокойно и потом соответственно у горького случился еще один замечательный роман с ольга юрьевной каминской по-моему так звали на сейчас нет это не горький это она со своим первым мужем до каменская точно каменская ольга юрьевна каменская да она была старше на него на 9 лет у него были где у нее были дети вот от этого каменского и его очень позабавил один факт оказывается она была кушеркой и мама и и была кушеркой и ее мама принимала роды вот и у его мамы то есть она его вытаскивала да ну взять и своего можно так сказать вытащила свою взять и да мне всегда нравятся твои четкие комментарии по делу очень интересно они разошлись вот как бы девушки имейте ввиду если у вас творческая натура вдруг в любвях он читал ей старуху и зергиль свое гениальное произведение она уснула горький и этого не простил поэтому не засыпайте пожалуйста на чтение ничего до прекрасного что написано ну и как минимум вам посвящено а дальше горький но я тут перескакиваю на самом деле в общем дело в том что первое произведение его было напечатано в городе тифлис и тут возникает вопрос почему да то есть мы тут говорим ну казань нижний новгород понятно тифлис нет не лечиться у на самом деле поехал реально странствовать по россии то есть он работал он работал бурлаком на стройке он даже работал на бакинских промыслах кстати это была самая тяжелая работа по его мнению и он оказался в тифлисе он там работал в какой-то мастерской и там один из его сожителей который был на самом деле студент он порекомендовал потому что до этого горький пришел пришел короленко и принес какую-то свою значит песнь старого дуба короленко сказал это это нельзя никак никогда и никому ни при каких обстоятельствах и горький решил что наверно его но забегая вперед скажу потом короленко пересмотрелся отношение горькому когда тут уже на расписался и вот в тифлисе то как раз он и напечатал свое первое произведение и там и родился псевдоним максим горький максим это в честь кого понимаете да он взял псевдоним честь своего отца такая связь с ним у какие люди привет значит в честь этих дел и и кто же он сказал ну ну не пешком же мне подписываться в литературе сказал хотя война от пешков вот но стал горьким и уже оттуда он отправился в саратов где стала работа уже персональным журналистом репортером филитонистом набивать руку и там он познакомился с катенька волжина и катенька волжина в отличие от мадам каменской она была не акушерка какая-нибудь она была дворянкой ну дочери разорившегося дворянина тем не менее она кончила там институт благородных девиц в общем все такое прочее и вот она сидит вот здесь вот эта катенька волжина этот горький такой весь он ее не очень достоил ухаживаниями вот этого конфетно-букетного периода практически не было вот они достаточно быстро поженились но она была наоборот младшего на 8 лет то есть если там он был если он был младше каменской на 9 лет ну то есть и понимаете да она смотрела него он везде побывал он там и в бурлаках и прочее начинающий успешный журналист писатель бла-бла-бла у него были голубые глаза он был видели какой он был дилда да он был высокий крепкий мужчина самец да в полном расцвете сил естественно произвел на нее неизгладимое впечатление а он сказал ну ну давай вот они обвенчались и вот это уже первенец их на качельках а вот сейчас есть знаете мастера красить фотографии вот это одна из реконструкции вот это он и обратите внимание значит какой у него тут взгляд такой очень характерный такой взгляд да и она уже такая немножко заматеревшая вот это вот это вот на первой фотографии уже отсутствует это у них уже такая семейная жизнь как она протекала я сейчас расскажу этому забегать вперед значит вот опять таки к вопросу буревестник революции дело в том что горький начал печататься и потом он у него пошло на самом деле он опечатался по-моему в журнале что ли русское богатство короче это как я не знаю как вы начинающая группа попали к вечернему орган туда то есть все жизнь удалась а вас узнали все вот примерно так было с тем журналом а горьком узнала все уже нужная аудитория и у него пошло поехало стали сдавать его книжки даже уже там о сочинении там до две штуки там по три тысячи экземпляров выпустили и его книги стали переводить за рубежом потому что вы понимаете в чем дело он был не просто писатель был писатель из низов то есть это как бы ну вот я всегда рассказываю что когда некрасов узнал что чернышевский написал что делал в тюрьме он даже не читая сказал я опубликую это ну то есть вообще даже не важно что написан я это напечатаю упалишь они были друзья в какой-то мере но тем не менее роман написанный в тюрьме он уже как бы вот моды не было примете это как сказать всегда есть определенные конъюнктуры да соответственно не было такой моды потому что из низов практически не было известных писатель никого а поскольку уже шла вот это наращивание революционной волны то которые сочувствовали передовые в кавычках слои общества то естественно он пользуется популярностью и он переехал нижний новгород и они сняли это вторая квартира мемориальная в нижнем новгороде там тоже был они сами квартирку в 11 комнат вот к вопросу это сайт да это еще это 1902 или третий год я не помню точно бревесник революции хочу напомнить как раз в это время примерно он этого беревесника революции написал да то есть вот это как бы ну такая черта опять-таки я абсолютно не против это прекрасный человек своим трудом через свои страдания добился это очень хорошо и замечательно семья двое детей на сам еще дочка у него их родилась но вот живут они в этой 11 комнатной квартире к ним там все приезжают приходят никто не специальная гостевая как комната то есть я там была очень хорошая квартира на втором этаже прекрасная квартира я бы сам не отказался в такой жить даже сейчас да обычно такая евро душка а дальше я естественно я вам очень кратко рассказываю не стараюсь вам всю биографию горького рассказать наш мне надо подчеркнуть все определенные моменты а дальше происходит вот что есть еще один нюанс который я просто хочу подчеркнуть я не буду вы касаться вот я хочу показать вам эту фотографию вы не узнаете здесь на хотя бы одного человека нет нет они похожи да на самом деле это свернов яков свернов вот сидит видеть вот этот очках да да я как свернов а слева этого брат слева этого брат дело в том что у я кого свернова был брат которого горький усыновил да его звали зиновий зиновия был очень талантливым актером он вместе с горьким ездил москву и там играл даже на дне и ради того чтобы это произошло зиновий сделал следующее он принял православие отец когда узнал сказал ему да отсохнет у тебя правая рука такое еврейское проклятие и эта рука у него отсохла зиновий на самом деле он эмигрировал из россии он поступил во французскую армию потерял руку под верденом ну то есть вы прострелили ее ну то есть там был выбор либо как бы отпилить руку либо вот до отпилили ему эту руку и посмотрите это же фредди меркури без пяти минут он было 162 сантиметра ростом он был без руки но все женщины были его абсолютно он получил в итоге максимальное количество вообще наград во франции естественно орден почетного легиона и после революции было очень интересная ситуация его брат стал ну фактически президентом новоявленной республики а он был строго оппозиционен то есть он был сугубо против он был во франции он приезжал сюда в качестве посланника он консультировал белое движение он был потом соответственно одной из правых рук шарль дегволе умер там в 60-х годах пешков пешков у него была фамилия пешков зиновий пешков как говорили во франции вы представляете какие кульбиты история вытворяет вот вот это был прием он приезжал потом к горькому на капре жил там поэтому это вот еще одна такая небольшая деталь про максима горького естественно в советское время ну старались не говорить про то что я у сверлова был там какой-то какой-то хотел не какой-то на самом деле ну а потом случается вот что значит приехала трупа горького и проблемы со здоровьем именно по части легких где у нас лечились обычно в крыму и он в проводит соответственно определенные не очень теплые месяца и в крыму же проводит время уже недолго осталось писателю чехов и туда приехала трупа мхата показывать ему соответственно по моему чайку и вместе с этим с этой трубы приехал вот это совершенно потрясающая женщина андреева мария андреева у нее ну то есть андреев это ее псевдоним она в замужестве была желебужская или какая-то такая фамилия которую до сих пор не могу выучить за что меня конечно проклянут наиболее просвещенные зрители но мне не привыкать и и там горький встретил и вот в отличие от всех предыдущих романов тут им было прямо ровненько 32-32 то есть вот так вот и она сначала как-то мне не обратил внимание а потом обратила и у них завелся роман вот прямо там в крыму связался роман настолько что горький ну в общем то в какой-то момент фактически ушел из семьи оставил свою значит корректор шоу а он еще кстати не очень хорошо писал ну или ошибки допускал вот как ему повезло жена корректор знаете нашел да и он у них так что с ней стало хорошо что они стали вместе жить поживать до добра наживать и что четвертом году они проводили вот примерно время там я сейчас живу рядом сестра резком ходили в гости крепина и тра-ля-ля а потом ты что пятом году замужестве не по моему была фамилия юрковской если не ошибаюсь тысяча пятом году случилось то чему я вот вчера записал целый отдельный выпуск вооруженное восстание в москве и она не случилось петербурге хотя уже была налажена транспортная техническая группа при цик при партии большевиков в этом я тоже отдельно расскажу но до москвы все то оружие которое они умудрились аккумулировать она фактически не дошло и вот здесь я вам хочу показать вот это вот вот это она же вот вот она совсем очень 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 мило очень симпатичная она была безумна на самом деле вот ну то есть фотография никогда не передают нас во-первых она актриса то есть уже то есть она могла быть еще в два раза страшнее и это ничего бы это ничего бы ей не скосило бы да она актриса она умеет себя подать она имеет правильно одеться она умеет правильно посмотреть она умеет правильно вздохнуть и так далее вот это это ее сын от первого мужа который был кстати очень успешным инженером путейцем и вообще таким очень хорошим менеджером судя по всему того времени и она с ним перестала фактически жить супружеской жизни еще до вот этих вот нулевых до тысяча тысяча девятьсотых годах она говорит что ты уже в 1916 году они как-то перестали с ним общаться но туда тут еще вклинивается сава морозов ее любил вообще мхат это как бы ну почему деньги там для мхат да потому что вот она ну по большому счету то есть все из-за баб конечно любовь к искусству но пев в первую очередь это любовь к ней на и сава морозов он искренне верил что кстати он тоже был женат на тот момент то есть там все вообще хорошо все он был искренне уверен что у них все потом получится а потом в какой-то момент он подслушал разговоры горького с ней а потом увидел просвещение горького ей на одном из ее произведений все понял вернулся к своей жене на спиридоновку ну а потом в каннах соответственно там бах бах да и до сих пор ходят разные версии ну значит конспирологическая версия заключается в том что это красен все сделал я стоял записку долг платежом . красен да другая версия что он сам застрелился но тем не менее дело в том что у андреева был перитонит и они уже расставшись тогда были но прискакал к ней выписал страховку на 100 тысяч рублей это была гарантия что она не умрет с голоду что если что-то с ним произойдет то она эти 100 тысяч рублей получит и потом она эту страховочку оприходовала после смерти то есть тут как бы есть определенные вопросы на самом деле но мы не будем так глубоко ухопать потому что это нет в этом нет задачи наше сегодняшнее представление вот дом ну слава богу мы в москве не в петербурге поэтому мне вам не надо объяснять где это находится манеж бетанкуровский воздвиженка вот в этом доме соответственно была квартира этой самой андреевой где она жила с горьким и для начала я вам хочу прочитать вот что значит у горького было такое очень короткое произведение еще дают и назывался на митя павлов в нем говорится про то что некий где-то в ельце умер от тесте пифа митя павлов земляк мой рабочий из сорного нижегородская история в 1905 году в дни московского восстания написано что этот митя павлов он большую коробку капсулей гриму чертуть и 15 аршин бигфордов шнура обмотав его вокруг груди то есть 15 аршин а бигфордов шнур это и знаете не нитки все нового так вот обмотал в этом произведении горький пишет что когда он зашел к ним он буквально упал на пол и у него там глаза чуть не выкользить сам начал синить он чуть не задохнулся на сами это дом бигфорд ушла прошел от пота разбух и стал его сдавливать но ему стали горишь как же таком году пропал бы шнур тогда и до этого это было напечатано в заметке дневника воспоминания здания книга ты же за 24 год действительно этот павлов он участвовал во время этого стали номера 1 марта 2020 года то есть пережил революцию на посту военкома третьей бригады с четыре стрелковой дивизии и горький писал пятницком в 1905 году рабочие ведут себя вот как рабочие ведут себя изумительно судите сами на садово корректно и за ночь возведено 8 баррикад какой эпитет можно отнестись к баррикадам великолепные у горького так написано великолепные баррикады проволочные они великолепные проволочные заграждения баррикады наверное изумительные проволочные заграждения великолепные публика настроена удивительно ей богу ничего подобного не ожидал деловито серьезно в деле при стычках с конниками постройки баррикад превосходное настроение а до этого еще до 1905 года он писал это было напечатано в красном архиве до 1936 год если 28 ноября 1904 год демонстрация на улице то не давать себя бить нагайками топтать пускать вход револьвера кинжалы и собственные зубы лишь бы произвести большой переполох среди полиции стоящий на страже современного полицейского правительства иначе уличной демонстрации не имеет смысла ну и дальше я хотел бы буквально где-то зачитать а где-то своим словами рассказать несколько ну не показаний свидетельств того времени те кто бывал на квартире у горького с андреевой вот в этом доме в городе москве вам не безызвестно значит захарченко такой захарченко это был такой персонаж который участвовал он был моряк он участвовал в восстании вот этого шмидта потом эти дети лейтенанта шмидта и все такое прочее вот он приехал в москву его там спрашивают про это севастопольское восстание как там чё и он пишет своих воспоминаниях ну во первых его привели туда горькому мы сели обедать я чувствовал себя не своей к тарелке как на грех неловким движением я прокинул чашку с кофе залил скатерть андреева ласково сказала не смущайтесь товарищ учицкий это было его кличка но не все там под кличками жили соответственно а горький с другого с конца стала так лукаво смехнулся свои усы что смущение моё как рукой сняло как вам нравится москва пожара ответила коротко и вот горький писатель задает ему вопрос хорошо сказано а вы что хотите поступить поджигатели или смотреть как пожарные будут гасить пожар мастер слова я бы хотел получить оружие вступить какую дружину ну он не писатель поэтому он ответил ему просто своем языке завтра у меня будет начальник кавказской бывой дружины говорит горький завод его вассо приходите вас не познакомлю ну и действительно пришел вассо меня он пишет какое мне заинтересовал какое оружие есть у дружины вассо отвечает 5 маузеров 3 браунинга 7 борхардов плохо бомб пала есть только одна македонка самодельная бомба с фитилем кстати почему-то в полголоса сказал алексей максимыч у меня в ящиках стола сотни три патронов к маузеру кстати да андреева вспоминает однажды к нам пришли 13 человек грузинских студентов и заявили мы пришли охранять вас и мы не уйдем все 13 человек жили у нас и спали на медвежьих шкурах там были медвежьи шкуры понимаете революционная атмосферка время же шкуры разбросаны вот приходит 13 такие значит это борцов говорят мы вас будем охранять сущей и реально с дивана стаскивать для них подушки народу к нам ходило много и всякого разного перечисляются но вам эти пока фамилии может ничего не горит но позин особенно он оставил вспоминания свои седой бывал но я его плохо помню седой это литвин седой имени имени его названа одна из улиц москве на красной пресне это один из глав боевой дружины на красной пресне и вот седой он учил грузин стрелять и один раз так пульнул прямо в пол внизу же под нами жил один тайный советник который когда побеждали погодь погодь там жил тайный советник который когда побеждали соответственно мы пишет андреева он снимал табличку там не было написано дтс действительно это не советник а когда побеждали они то есть правительство на ее вешал обратно и он приходит к ней и говорит госпожа андреева извините что я пришел и беспокою вас мне неловко но видите ли моя жена очень нервная женщина а у вас тут молодые люди учатся стрелять и попали прямо в пианино когда играла моя жена вот в этом доме в центре города москвы да люди просто учатся стрелять у горького там патроны это еще не все богомолов кличку него потрясающий черт эллипс в копилочках химик но них все были погоняло во время одного своих приезда в паску привез штуки три образцов различных оболочек для бомб и ударников ударник это имеется ударное устройство для бомб которые хранились у андреевой в это же помещение он прочел нечто вроде лекции на тему взрывчатых веществах нескольким товарищем собравшимся на квартире то есть там еще была образователь некой программы кстати туда ходили я думаю бесплатно никто не платил за лекции хороший вопрос где были менты нет менты потом нарисовались я об этом скажу янукидзе по кличке золотая рыбка была ли такая кличка кстати плохо кончил был расстрелян 37 году ну на самом деле это как бы опять таки показатель системы у горького на квартире у нас был совещание боевой организации на котором демонстрировались новые типы ручных гранат такой выставочный центр экспо экспо 1905 до новые виды ручных гранат рекламные буклеты можно рассылать по по членам рсд рп и боевые дружины приходите ознакомьтесь андреева охотно нам разрешила совещание только при одном непримерном условии чтобы все это проделать в отсутствие алексей максимовича мы разумеется не опасались никакого взрыва так как бомбы демонстрировались не начиненной но все же согласились на эту условию в общем вот такая атмосферка да то есть вот они живут ну это был просто адово гнездо до сильное гнездо там оттуда идет координация до туда приходят то есть там аккумулируется информация она перерабатывается рассылается дальше туда приходит главы дружин вот седой литвин седой до глава пресненской дружины то есть и там люди учатся стрелять прямо в комнате аль-кайда ну да ну тогда про аль-кайду еще конечно даже никто в помине запрещено россии до горьковская террористическая организация то есть понимаете человек абсолютная как бы ну способствовал развитию терроризма страны никакой не музей не дощечки а это не самая как бы такая понимаешь ли страница в истории более того я еще не копал глубоко ну по моему это была квартира как раз ее первого мужа то есть это еще да да вот этого да не а он не так он не выражал вот он сам там как бы у них так и полюбовно было расходка в цивилизованно расстались не как каренина в итоге они улепетнули буквально из-под носу полиции да они приехали николаевский вокзал специально поехали на товарную станцию через полчаса к ним явились уже с обыском то есть все-таки полиция где-то было но твой вопрос я не могу на него ответить потому что это этому вопросу посвятил полтора часа вчера у гоблина рассказывая в каком положении была полиция я там зачитал показания одного персонажа по фамилии бардин как где он описывает это вот реально голливудский фильм падение 13 участок как они запершись там несколько полицейские из несколько участков они записать заперлись полицейской части отстрелились от этих дружинников понимаешь и пока и когда они пошли на склад думаю может там у них оружие нет может там они нашли там значит два мушкета времена и екатерины 2 3 палаша но это реально хоть ну кино снимая реально понимаете то есть ну к такой траги комедийная естественно они потом отрывались вместе с семеновским полком по полной то есть там как бы понимать она была обоюдна эта история там не надо думать что были такие как значит дружинники все такие святые да и вот пришли поганые семеновцы там и там и там были полицейских было немного полицейских был не до комплекту полицейских не было оружие а то которое было не фактически не стреляла и в общем ну просто а долг понимаете это опять-таки говорит на самом деле вопросы ну понятно кому возникает а где вот эти все персонажи то которые должны обеспечить это все но мы сейчас отвлекаемся моя задача показать им позицию горького в этом году что они свалили благополучно через финляндию и дальше вот и был такой же такой персонаж буренин это был один из глав то ну то есть тоже имел отношение у нас как говорил то есть вот это мы пойдем другим путем то есть большевики антипотеоризм не занимается но на самом деле там была такая бываю группа который руководил красен леонид борисович и там был этот буренин который назвали не буренин потому что они это были его инициалы потому что был другой буренин на самом деле критик известный в новом времени писать печатался суворенском новое время ну то есть я всегда говорю что новое время и московский вестник то есть суворенский катковский это какой рт рт р или нтв допустим все такие вот абсолютно про иногда даже более радикально чем правительство приходить приходится приостанавливать чтобы они там до скреп это вообще новое время еще и семитский орган был на ту беду и про буренина был такой очень известный программа бежит не про этого буренина про того который специально не буренин бежит по нескому собака за ней буренин тихо имелся до городовой смотри однако чтобы он ее не укусил поэтому но он написал очень клевые эпиграммы блоку нравились пародии на его стихи он с удовольствием их читал вот это мы короче вот буренин он оставил свои воспоминания и он пишет о том что они отправились сша горький с андреевой на сбор средств на революцию значит они погрузились в пароход фридрих вильгем великий мария федоровна посоветовала мне переговорить от ее имени с капитаном парохода и попросить его устроить горького в такой каюте где ему удобно было бы работать капитан любезно предоставил горькому лучшую каюту на пароходе состоявший из кабинета с большим письменным столом гостиной спальни с ванной душем а марии федоровне отдельную камеру люкс опять таки в таких вот скромных условиях буревестник революции поехал на сбор денег для революции уже так сказать по упражнявшись но не он упражнявшись да похоронив патрончики там предоставив жилплощадь для тира 13 грузинских студентов там ночевали на медвежьих шкурах ну то есть в люксе плывут в штаты и а там прошу следующий горький надо приплыл там но естественно звезда он действительно он был просто вот рок-стар того времени все по прием поганая царская власть бла-бла-бла вот значит обед вместе с марком твеном выступления и тут прозвучала бомба в газетах появились сообщения что горький приехал не своей официальной женой официальная жена у него осталось в нижнем новгороде с двумя детьми я приехал со своей любовницей очень интересно пишет буренин это просто огонь однако царское правительство и эсеры не дремали то есть вот царское правительство за ручку с эсерами решила устроить как бы подлянку горькому асера почему то что горький им денег не давал большевикам давал а им не давал ну правда еще меньше как не давал но почему-то обижены были только сэры с последними горький на отрез да вот и том что прошу денег давал вот начались безумная травля горького причем мишенью видеть ни в чем не повинная мария федоровна мария федоровна андреевыми газеты писали что горький якобы обманул американскую публику назвав андрееву своей женой тогда как она актриса женщина легкого поведения короче в газетах появились фотографии жены а рядом это андреева причем в таких специальных ролях выбранных знаете где так легковежно их просто начали выкидывать из отелей в каком-то отеле среди ночи даже выкинули их вместе с вещами вещь вот так сначала выкинули вещи потом их то под одно место коленкой горький сразу возненавидел сша особенно нью-йорк он подумал что это плохая страна но нашлись такие значит добрые люди и там в одной на одной вилле статан тайланд по нью-йорк делится на несколько частей там манхэттен бруклин бронкс что там сейчас этот айланд и и queen сюда вот но соответственно он начал писать роман мать вот они вернулись оттуда обратно не словно хлебавшие там собрали всего ничего денег не очень много на эту революцию дело что с штаты ну тогда была достаточно британская сторона и это и такие вещи они не канале да и еще на ту беду в этот момент у горького умирает дочь от менингита горький пишет письмо типа ты там это следи за сыном теперь говорит он своей жене а сам вместе с андреевой продолжает так сказать бояж бояж-вояж ну и дальше я бы хотел так вот немножко перескочить вот это они на как раз набор это они еще туда плывут они еще не знают что их ждет да он такой видите как шарлок холмс прямо не хватает только этой но это была мода того времени на самом деле это называется альма вива или как она и они по я не васильев историк моды да поэтому у меня есть 22 футболка и штаны вот это как бы вот эти два элемента я могу идентифицировать все остальное это уже за за пределами моего понимания а кепка еще вот да и дальше начинается вот мужчина в шапочке в кепочке мы же как привыкли владимир еще наблюдать в кепке до в пролетарской на самом деле в европе он был вот в таком виде сигар да да крепкий был достаточно мужик на самом деле занимался спортом подтягивался на турнике плавать любил в шушенском вообще прекрасно ему сделал правительство подарок он там окреп здоровьем там охотился вот это отдельная песня короче это на капри горький поселился на капри в нечеловеческих условиях там у него начались он сначала с лениным сошелся потом вот человек с которым играет фамилия богданов это уникальнейшая личность он и потом был председателем по моему наркомпроса или как он назывался пролеткульта вот пролеткульта а потом он был директором института по переливанию крови там они после революции верили вообще в идее бессмертия и вот они с кровью экспериментировали и он на себе поставил эксперимент тогда еще не знали про эти разные группы и от этого и умер но вместе с луначарским и горьким они тогда начали проповедовать идею богостроительства это очень непопулярная на ней тема которая очень сложно как бы не рассказывать потому что тебя сразу закидывают помидорами дело в том что была идея поженить как бы социализм и религию потому что социализм и все что сделали потом соответственно что делал коммунистическая власть это фактически слепок ну то есть они взяли определенные схемы да и выстроили их на свой лад и как раз луначарский богданов они пытались это обосновать идеологически ленин это все дико не нравилось лену этой части по этой части с ними разошелся потом и разошелся с горьким есть очень известная фотография в интернете она называется владимир ильич готовится съесть ферзя вот она вот так выглядит это как раз богданов горький и ленин у него на вилле на вилле на острове каприо он там жил горький он вот тогда у него было бабло просто ну вот ну ну огромное количество вот в таких нечеловеческих условиях он выживал кошмар я тоже считаю что кошмар как бы то ли дело в фут в казани там от подвал ген пек хлеб ну или студия выхина в конце концов всяко лучше чем это вот вид у него был непосредственно на на море у него был строгие режимы и так далее про это не буду рассказывать подробно там него была партийная школа организована к нему приезжали и в общем вот он там жил 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 там до тринадцатого года в тринадцатом году что произошло произошло 3 сплетен дома романовых и амнистия которая в основном касалась как раз вот выгнанных страны у всяких таких деятелей культуры она коснулся горького горький на эту тему заехал обратно в российскую империю мне не там нет он не за это его на самом деле посадили я рассказывал по в 905 году гопон куда прибежал гопон прижал горькому и горький до этого вместе с группой товарищей ходил квитты пытаясь предотвратить это эту катастрофу и потом выпустил во звание вот за это его посадили петропавловку но там за него вписались все там анатолий франц в общем вся мировая общественность там вообще были очень интересные истории его он и до этого под судами ходила его там приняли в академию художеств в академии наук приняли приняли торжественно повязали призрали снег в общем приеде в петербург слева академия художеств права академия наук если будете стоять спиной к исаакскому собору николай второй написал на этом более чем оригинально его оттуда вытурили короленко с чехом вышли оттуда сразу же до из членов академии то есть там были такие истории его 905 году его тоже на самом деле выпустили он быстренько 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 свинтил через финляндия какая обычно не все делали у этого буренина как раз как они у него там было просто имение рядом с финской границей и очень легко было транспортировать все туда-обратно он вернулся и поселился соответственно вот в этом доме в петербурге это кромневский проспект вот как раз напротив него то и есть станция метро горьковская в этом доме он поселился вот это вот такой модерн модерн вместе с рожами такими смешными вот это называется горшичный камень и его если как бы есть несколько видов гранита и вот часть есть определенные камни в финляндии и вообще скандинавии их если кинуть воду на час то они потом очень долго дать тепло поэтому из них старались строить дома ну потому что солнечный город петербург уж понимаете да то есть видите не очень но тогда характерная характерный признак стиля модерн всякие вот такие вот гротескные гротескные элементы называется и вот табличка обратите внимание вот на эту интересную вещь возобновлена в 1660 году неспроста на самом деле он да но его по-разному его он максим гореты алексей максим cruise горький точно он же вообще-то алексей пешков да а взял себе на максим горький а попу паре на лексе максим пешков папа псевдоним алексей максим x и горький поэтому его и максим горький называли алексей максим еще до поле официальное ну короче здесь читает здесь да 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 Речь не про Рональду, а про него Кронверский, 23 И, соответственно, там началась вообще такая история Он там поселился А дело в том, что Горький еще помимо того, что он был гениальным писателем и драматургом Ведь почему выгодно было писать пьесы на дне и прочее Потому что пьесу написал один раз, в театр запустил И тебе с каждой постановки это крайне удобно Он еще наладил, у него было знание, парус и всемирная литература, по-моему, назывался Три издательства он организовал И ему очень понравилась практика Сытина Я про Сытина сейчас не буду рассказывать Это человек, который додумался, что можно за две копейки продавать Пушкина простым людям И сделал на этом колоссальные деньги Горький решил повторить его путь Реорганизовал это издательство Начал платить хорошие гонорары писателям Именно он поднял Леонида Андреева То есть Сытина ему предлагал 300 рублей Горький заплатил нам 5,5 тысяч Стал выдавать авансы В общем, короче, он еще был очень неплохим предпринимателем То есть он еще на этом деньги сколотил И потом очень многие идеи восприняли как раз в Советском Союзе Когда организовывали своих писателей Вот через эту тему Он и поселился И вот случается 17-й год Казалось бы Буревестник революции Должен впереди планеты всей под красным флагом Понестись навстречу светлому будущему Нифига Горький начинает заниматься тем Особенно после октября Он и февраль-то как бы так А после октября так вообще Горький начинает заниматься тем Что мы сейчас назвали правозащитной деятельностью Вот эти все проклятые дожди Эхи Москвы, мемориалы Солдатские матери и прочее То, что сейчас очень не любят Вадно настроенные граждане Вот Горький на самом деле занимался именно этим Он заступался за каких-то там посаженных своих коллег Он по городу находил такая байка Но был голос страшный И что значит Горький выписывал такие записки Приходили к нему женщины голодающие Он написал записки Что подательница сего беременна от меня Буревестника революции Прошу выдать ей молока Ну это байка как бы народная Но она родилась не на пустом месте Он пытался заступиться за Гумилева И вот когда расстреляли Павла Александровича Великого князя Павел Александрович это сын Александра Третьего У меня будет в серии романов без соплей Я сначала расскажу про Алексея Александровича И Сергея Александровича А потом расскажу про Владимира Про Владимира Александровича и Кирилла Владимировича Потом расскажу про Павла Александровича Я уже вижу что вы сразу сличили Кто все эти люди Выстроили в себя генеалогическую цепочку В голове На самом деле все просто Вы потом разберетесь Так вот Расстреляли Павла Александровича И Гумилева особенно Вот это на Горького подействовало Очень тяжко И он начал выпускать свою газету Причем на деньги банкира Его стали как бы в этом обвинять Что на буржуйские деньги А он им в ответ говорит Ребята и ребята Я и сам давал А он действительно Он был спонсором большевиков Он давал им деньги И была такая очень интересная деталь Четвертый, пятый съезд Он был одним из спонсоров И на пятом съезде Андреева устроил Такой импровизованный банкет Это такая Одна из ткачих Которая там присутствовала Писала свои воспоминания И она там, короче, наливала пиво Им В перерывах Она говорит Пиво только для большевиков Меньшевикам не наливаю И большевики, значит Грустные Ходили мимо Да Да, да Без пива И без бутербродов Которые она тоже Соответственно Давала только большевикам Соответственно Меньшевики На пятом съезде Проиграли Я вам хочу сказать Да Потому что Понимаете Не было у них Самой главной Движущей силы Для рывка Для рывка Не было Для рывца Я бы даже сказал Соответственно И Горький писал В ответ на это Знаете, ребята Через меня проходили Огромные, конечно, денег И большая часть Как раз от той самой буржуазии Ну, сам Морозов Спонсировал Искру Ну, а Морозов Извините Это буржуй Самый главный Да Владелец там Ну, условно говоря Заводов, газет, пароходов Ну, точно Он текстильщик был Да Они все на текстиле В основном Как бы деньги делали Да Но Тем не менее И он выпустил Такое произведение Под названием Несвоевременной мысли Его не печатали В Советском Союзе Я даже не буду вам Считать, почему Да То есть Это Вот это Это вообще То есть Абсолютно Контрреволюционная Тема Он там достал всем Включая Ленина Большевикам То есть Вот все Он там их разнес В пух и прах И вот что делать Ну, казалось бы Надо его Ну К стенке не поставишь Потому что Ну, это горький Да Это там Не Павел Александрович Великий князь И Павел Александрович На самом деле Там еще долго думали Что-то как бы Но тут хотя бы понятное Демонстративной стороны Тоже не выгонишь Потому что Как бы как И Ленин Короче К нему приезжал И говорил В какой-то момент Слушайте Ну вот не уедете сами Ну вы выгоним Ну то есть Давайте уже как-то Вопрос решать Да И А вот в этом доме У него вообще Случались очень интересные истории Значит там у него жила Это Андреева Он уже При ней там начал Куролисеть С еще одной барышней А потом к нему Туда Значит Пришла вот эта женщина Это Мария У нее Тройная фамилия Закревская Бенкендорф Бутберг Она соответственно По По Пачке Закревская Потом она вышла Замуж Значит За этого Самого Бенкендорфа Они жили В Лифляндии Ну в общем Короче В Прибалтике Там его В 18-м году Местные крестьяне Она осталась Одна с двумя детьми Да Приехала в Петербург Тут она стала Любовницей английского Посланника Локарта Который тут мутил Понятно что Когда его арестовали Говорили что В постели Обнаружили как раз и я Но очень быстро Ее отпустили Петерс ее отпустил Говорили что Ее завербовали тут же Вот И мол типа Вот Чика Представила ее К Горькому Чтобы она доносила Его Чиковский привел ее туда Она голодала Она пришла Прямо там грохнулась В обморок у нее Голодный в квартире Он сказал Ну а что Оставайтесь У нас и живите И она стала там Жить поживать И как-то так Вот у них Прямо с Горьким Так все Жизнь сложилась Тут и Андреева С одной стороны И Бубер С другой стороны И очень интересно Там все на завтраках Постояло А потом Горькому Заехал в гости Человек Но это она уже старость И вот тоже Вот иногда Смотришь на женщину Думаешь Господи А вот Кто бы они Только не сох Вот этот слева Человек Это Герберт Уэллс Да Он заехал В Петербург Пришел в гости Горькому У него поселился И ночью Как-то пошел За водичкой И на обратной дороге Перепутал дверь Оказался В комнате У Марии Вот этой самой Ну и что-то Как-то и остался Ну и в общем Тут короче Вообще все хорошо стало В этой квартире То есть Как бы Тут Тут и Горький Который ревнует Как бы К Будберг Тут Андреева Который ревнует Горького К ней Еще они с Андреевой Разошлись Очень Вот как раз После этих Они еще идейно С ним разошлись Да Потому что Она-то была Абсолютно Пробольшевистская Ленин Назовала ее Феномен Феномен Если правильно Говорить А это Она уже в старости В 68 Году Она приезжала В Москву На каком-то спектакле Там Какой-то Про чекистов Спектакль И Ну уже никто не знал Кто она такая Да Она вышла И сказала Они совершенно Не похожи на чекистов На тех Что меня доспрашивали То есть Сказала она Так Ну это Тимоша Это уже отдельная история В общем Короче Горького Выслали Выслали страны По сути Ну то есть Он сам Ехал лечиться Ну ему действительно Надо было ехать лечиться Он уехал лечиться Все Выслали его Причем Он сначала Поехал в Германию Андреева на тот момент Сошлась С товарищем По фамилии Крючков Крючков был агентом ГПУ И она Значит Приставила его Горькому В качестве Его литературного Там Я не знаю Таше Секретаря И в общем Все такое прочее И Горький оказался Вот в такой ситуации Дело в том что Раньше Он был очень востребован Он был звезда А тогда Европа пережила Первую мировую войну Да Вот эти все Вот Generation perdue Или lost generation Да Потерянное поколение Вот это вот вообще Промежуток между Первой и Второй мировой войной Это вот такое вот Желание Урвать последнего Жизни Ну то есть Как будто люди чувствовали Вот это там Во Франции Вот это Начинаются там Вот эти танцульки бешеные Там Джасно рождается То есть вот как бы Ну Да-да-да-да-да Ну не до Горького А тут Горький С этими своими Ну кому нафиг Ну то есть Он начинает терять популярность Начинает падать тиражи У него как бы Там Несколько семей на содержание Фактически Да И Его как бы Уже перестают Такой печатать А тут еще Советская правительница Очень хитрая сделала вещь Она ему предложила Ну Алексей Максимович Ну что ж так Ну что ж так Ну давайте тогда Вот мы вам предлагаем Эксклюзивный контракт Вы отдаете нам все права На ваши книжки Все-все-все А мы вам выплачиваем Грубо говоря Гонорары ЗП Он от нечего От бизнеса Согласился И таким образом Фактически Его взяли на крючок Он в итоге Поселился в Соренто Жил там Деньги выкалачивал С трудом Зарплату Задерживали Задерживали зарплату Не доплачивали Его это дико оскорбляло А он еще затеял Там такой журнал Беседы он хотел Но он идеалист был На самом деле Он хотел взять журнал Который бы с одной стороны Печатался бы В Европе И в Советском Союзе Иммигранты Особенно молодые писатели Могли бы Печататься в этом журнале И выходить на советскую публику А молодые наоборот Начинающие Советские писатели Печатаются И распространяются Ну то есть такой Понимаете Синтез Синергия Он всем все обещал В Европе Он сказал Что там все будет хорошо В Советском Союзе Он сказал Что тут все будет хорошо Выпустил Семь книжек Этих Семь журналов Но В Советском Союзе Сказали Что это все Полнейшая Контрпропаганда И головочку прикрыли И он как бы Тут еще его подставили То есть вот Вот В общем он поселился В этом Соренто Живет он там живет Стахановцы на пароходах Говорят Алексей Максимович Как же мы страдаем Вот нам надо Срочно-срочно Вас обратно Он в 28-м По-моему году Первый или 29-м Не знаю Приехал Его устроили Ему устроили Такой показательный Проезд по стране Он обалдел Ну естественно Там немножко Подготовились Да То есть там Тут прибрали Тут почистили Ну увидели В самом начале фильм Да То есть как бы Вот Он приехал Но уехал обратно Уехал Потом приехал еще раз Его свозили на Соловки Да Там был такой пароход Потрясающий Вот он Тимоша Это Соответственно Жена его сына По ней сохли все Тоже там Ген Архи Года У любимого произведения Егора Яковлева И Дмитрия Почкова Архи Капелла Гулаг Там есть такая история Как она приезжает И вся такая В коже сходит На пароходе Да Вот Говорили что Это Ягода Ей этот костюмчик пошил Вот Она писала В своих воспоминаниях Что их там кормили Водная Прекраснейшая Вообще прозрачная Селедочкой кормили Которая во рту тает В общем Замечательной Была поездка на Соловки Там Да А Горькому Потом там Значит Пытались эти записочки Заключенные Давать Он их в чемоданчик Складывал А потом Чего-то чемоданчик Пропало Когда он Появился Записочек Уже и нет Тем не менее Горький На самом деле Как бы Тоже воспринял Ну и в итоге В общем А Сталин Как бы Сталин понимает Сталин как раз Начал тогда Вот эту всю Консолидацию Союз архитекторов Союз музыкантов Ой Этих Господи Композиторов Да Союз писателей Ну то есть Грубо говоря Хочешь как бы Вкусно Реально Офигенно жить Пожалуйста Но только дуди Вот в эту дуду Все Не хочешь Вот Да Селедочка во рту Тает Вот там На самом деле И Ему нужен был Как раз Вот для Союза писателей Ну и вообще Вот этот Звезда Всемирного масштаба Плюс еще Есть такая версия Что Сталин Хотел книжку про себя Есть такой анекдот Замечательный Горький приезжает К Сталину И говорит Вот Алексей Максимович Вы написали В свое время Роман Мать А не хотите ли Написать Роман Отец Горький говорит Ну я не знаю Я могу Попробовать Ну попробуйте Ведь попытка Не пытка Правда Лаврентий Ну это Такой тоже Народный анекдот Вот А Горький Ну во первых У таланта Есть лимиты Как бы Понимаете Да И Репин На исходе своих Лет Тоже было Далеко не мастер Ну там Правда Правая рука Отсухла Начала Лево писать Но все равно Даже до этого Было понятно Что он И списался Ну и судя по всему Горький И списался Хотя на самом деле Именно в Советском Союзе Написал Жизнь Клима Сангина Да Которую кстати Он посвятил Бутберг И Ну она не законченная Да Но это очень сильное Произведение И сериал Отличнейший Был снят В Советском Советском Союзе На исходе его Скажем так И в общем Горький Решает вернуться Вот он вернулся И Вы знаете Фразу Если враг Не сдается То его уничтожают А знаете Кто автор Алексей Максимович Наш любимый Наш хороший Да Значит Из письма Горького Сталину 11 декабря 30-го года Дорогой Иосиф Вестерионович Ну тут идут всякие Там Извините Снова беспокою вас Бла-бла-бла Сейчас сын сообщил мне Телеграмму Итальянских газет О приговоре По делу вредителей Итальянская пресса Находит этот акт Исключительно мудрым И дальновидным Тем не менее Мне очень хочется Набить морды Этой сволочи Помилованной Конечно Не по чувству жалости К ней А действительно По мудрости Рабочей крестьянской власти Но еще пока 30-й год Понимаете Не 37-й Представляя До какой степени Оглушит приговор Всех этих Крестовниковых Коноваловых Ребушинских И компанию Я сейчас поясню Какие такие Много будет написано Всякой идиотской чепухи По поводу этого приговора Но мне кажется Он принесет огромную пользу Для рабочего класса И прежде всего Он должен развязать языки Всем другим вредителям Тогда крысы Начнут пожирать Друг друга Отличный прокурор Крыленко Вообще Верховный суд Вел дело блестящее Насколько я могу судить Ну Крестовников Это тоже крупный фабрикант Текстильный На самом деле В свое время Вот Горький Выступал с протестом Против нелепого ареста Такого безукоризненного Честного человека Немало сделавшего Доброго для своих Этого крестовника Вот в то время Несвоевременных мыслей А тут вот видите Как камертон Поменялся Ну Коновалов Тоже текстильный фабрикант Ну а Ребушинский Это вообще отдельная Песня Потому что Я сейчас скажу Где поселили Горького Ну и вот Соответственно Тоже Сейчас Внутри страны Против нас Хитрейшие враги Организуют Пищевой голод Кулаки Терроризируют Крестьян Коллективистов Убийствами Поджогами Различными Подлостями Против нас Все что отжило Свои сроки Отведенные ему Истории И это дает нам Право считать себя Все еще в состоянии Гражданской войны Отсюда вывод Если враг не сдается Его уничтожают Вот так Звучит эта фраза Полностью Горького Значит Это вот как раз Он с внуком Вот Тимош Здесь она вообще Симпатичная Видите какая Женщина огонь Вот это она же С внучком И это она же Это она уже С внучками Горького Улица Чаплыгина Я там на самом деле Водил экскурсию Но я показал Только дом Политкоторжан Мы не ходили На эту сторону На этом доме На 1А Там две Мавилальные доски Или три Там Ну Этому саму Чаплыгину И вот дальше Там висит доска О том Что здесь Останавливался Горький Не сказано одного Что он останавливался В квартире У него осталась Одна единственная Законная жена Вот эта Катенька Его Он у нее Останавливался То есть он Когда прижал Москву Где жить-то Вот он у нее жил Сначала на Тверской Потом здесь Ну а поселили его Вот в этом Особняке На Малой Никитской Мы там миллион раз ходили Да Тут церковь Большого Вознесения Где Пушкин венчался Да То есть Шехтельский Особняк Кстати Чуковский Так ненавидел Этот стиль Вот он Такую разгромную Статью написал Что это Обратительно Вот Я слышал Такую версию Что было выбрано Это здание Потому что Оно единственное Было сочинено Кондиционером Ну тогдашним Кондиционером Вот Горький Здесь поселился Здесь он провел Остаток своей жизни Потом за ним Туда во флигеле Поселился Алексей Толстой Еще один такой Тоже Который Туда-сюда Туда-сюда И Собственно Здесь же Он Вот эта знаменитая Лестница Шехтель сделал Совершенно потрясающе Ну это вот такой Апофеоз Стиля модерн При Горьком был этот сомняк переделан На самом деле Там утратилось Кое-что И это вот Одна из последних фотографий Горький в окружении своих Вот Тимоша сидит Со своими Внучками А это Это я На Это Это я На фоне Бруклинского моста Не знаю Как она тут Как она тут Отчутилась Эта фотография Ну и финал Собственно Какой финал Очень много Поспособствовал Переезду В СССР Сын Горького Потому что Его охаживало ГПУ И он соответственно Тоже Говорил Папа приезжай Папа приехал А потом Сын Горького Его вывезли В загород Напоили Оставили Пьяном виде На снегу Он простудился И умер От воспаления легких И вот После этого Горького уже Какой-то вообще Пропал интерес к жизни Он сам простудился И Скончался Сталин приезжал К нему три раза Навещал его Умирающего Вот когда Скрыли Тело Выяснилось Что легкие Вообще Не к черту А сердце Достаточно Молодое И Сначала Вроде как Сняли Подозрения Срачей Потому что Сразу же Естественно Пошли слухи Что Горького Отравили Сталин Отравил Хотя Он Сталину Как раз Нужен был Живым Вы видите Что он писал Зачем Такого Травить Такого Надо Холить Лереять И Ставить На пьедесталы Что и произошло Но тем не менее Горький Умер Потом Потом Когда Крючков Его секретарь Естественно Пошел Как вы понимаете В 37-й год Или Даже раньше Его По-моему Даже раньше Чпокнули Егоде Егойду Когда Судили Среди всех Прочих Его Грехов Ему Вменяли И как раз Отравление Ну или Убийство Нашего великого Алексея Максимовича Подводя Итог Чтобы не Размысуливать Это все На полтора Часа Я Как обычно Рассказал Вам Добрую половину Всего того Что я хотел Вам рассказать И показать Потому что Горький Встречается Ну везде По разным поводам Да Вот какую книжку Я не открою Там везде Хоть каким-то образом Горький Присутствует Ну не во всех Конечно Но очень часто Я встречаю Его В разных Контекстах Вот вам Судьба человека Да То есть Ну во-первых Ему не скажешь Как знаете В комментариях Пишут Иди работай Там типа Станко Как мне там Когда пишут Я всегда Был я На работах И у станка Был Вот И горький был Ну я конечно Не горький Да И не сравню себя С ним Но я имею ввиду Что и горький Как бы Вот он был босиком Он был бурлаком Он был вообще Ну он был бы просто На дне Да Он эту пьесу Писал Ему не надо было Ничего придумывать Он все эти образы Вылепил Из того Что он знал Я рекомендую Фильм Вот Постановку Пятьдесятых годов Она есть На торрентах Я посмотрел При огромном удовольствии Классическая постановка И добился И добился всего сам Но добившись всего сам Стал бороться за революцию Революция победила Он как-то вдруг Одумался Резко Резко Одумался Стал Вот реально Он стал Самый настоящий Недобитый контрой Более того Он же когда уехал из страны Он еще там Кучу попечатал То есть там Были определенные вещи Окей Стал Недобитый контрой А потом Вдруг Вот Как бы Пять минут позора Обеспеченная старость Хорошо Это или Плохо Я считаю Что не нам судить Ну то есть Во-первых Время было непростое Да Вот Взять нас там В среднем По больнице Как бы мы себя повели Да В тех ситуациях Каждый из нас Это раз Во-вторых Это никоим образом Не отменяет Талант Алексея Максимовича Горького Он был Действительно Талантливый Писатель Драматург И Бревесник У него были же Подражатели Да Вот он Когда Вот он ходил Вот это Оконья Вот это Вот их называли Подмаксимки Да Подмаксимки Такие Кстати Среди его подражателей Даже одно время Называли Куприна Типа Да И они там Прямо вообще Они косили Даже они Шляпу Такую же Носили Окоть Тожих И там Хороший Ты человек Но Комеру Сегодня Не принес Сволочь Ты Недобито Горький стайл Да Да Подмаксимки То есть он в общем-то Задал тренд Даже в какой-то Да То есть он Он был Вот Как это Опинионмейкер Как я услышал Тут блин Из уст Какого-то Советского Профессора Я чуть не упал Я думаю Батенька Ну вы-то Куда Сударь Ну ладно Ладно Я там Меня просят На работе Сделать Опрайсовку Да Как бы Ну я Я работаю Работаю В жижитал Сфере Там Все Так Там Понимаете Других слов Нету В принципе Там Все Оттуда Из гугла Но вы-то Блин Опинионмейкер Мама Дорогая Вот Ну вот Горький Был Этим Самым Опинионмейкером Да Что ни на есть Очень талантливым Было Как выясняется Менеджером Да И на самом Деле Он Ну у него Все-таки Изначально Это доброе Сердце Вот он Заступался Вот в самом начале Показывал Этот фильм Да Вот он Приходит И вот Лениному Говорит Не надо Вот вы Это Свою Жалость Уберите Да Вот Вот Этого Не надо Расстреливать А эти Голодают И он Действительно Так и Делал Ходил Выбивал Он В Петербурге Организовал То что называется Диск Дом Искусств Это угол Мойки Неского Проспекта Здоровое Здание Куда Заселились Все Есть куча Воспоминаний Они там Жили У меня Есть Кстати В серии СПБ Гид Отдельный Выпуск Об этом Они там Жили По-моему Ходосевич Или Берберов Я уж не помню Кто писал Там У них Когда Закончился Водопровод Трубы Полопались Там писали Что Стали Падать Из окон Разные посылки По ночам Такие коробочки И Один раз Дворник Принес Одну Из таких Коробочек Устроил Общее Собрание И И они Сказали Подозревали Некого Икс Говорит Но Что-то Икс На такое И Не Это Особо И не Готов То есть Он Их На самом деле Там Поселил Он Ученых Поддерживал Была Слала Организация По поддержке Ученых И так далее И тому подобное Но Вот Закончил В таком Статусе И Это На самом деле Очень долго Вот в эмиградской Среде Это его Не могли простить Там ведь еще Был замес Его номинировали Пять раз На Нобелевскую премию И он Когда вернулся В СССР Он ждал Что Ну теперь-то Уже Шадили стухи Что точно Должны дать Русскому Но Нобелевский Гуманитет Ну вы же понимаете Что Нобелевская премия Это самая Вообще Независимая премия И она Никакого отношения Не имеет К политической конъюнктуре Никогда Не имела Не имела Поэтому Нобелевский Колитет Хотел дать премию Иммигранту А Горький Был не совсем Иммигрант Когда у него СССР Он вообще Перестал быть Иммигрант Поэтому Дали Бунину Хотя Там тоже Там такая Грязня была Хотели дать Мережковскому Вот Но дали Бунину Вот И так далее И вот Когда ему Вообще Нет Ну они были Талантливы Все Надо сказать Но Критерием Основным Был не только Талант Я вот что Хочу сказать Да То есть Ну скажем Пастернак Это безусловно Талантливый писатель Но Не гнобили бы Его здесь Кто бы Его там Узнал бы На западе Вот это Не дача Нобелевской премии Тоже Его подкосило И он в какой-то момент Просто потерял Интерес жизни И вот Умер Вот такая судьба У человека И я вот Постарался вам Вот эти вот Зигзаги Изгибы Показать На примере Различных Свидетельств Историй И так далее Есть ли какие-то Вопросы Господа Из-за своего доброго сердца Он и приютил Тринадцка Кавказов Все Да Нет Тринадцка Кавказов Он не приютял Они сами пришли Они пришли Скали Мы возводим И это На самом деле Мы смеемся Но это было актуально На тот момент То есть Да Если бы туда Пришла полиция Пришла полиция То еще Не факт Что они бы взяли бы Эту квартиру Они бы Там нашли бы путь Там может быть Я не знаю Они бы свои грудь Закрыли Ну как-нибудь там Постарались бы Оттуда Выцеганить Потому что Не так просто Не так просто Было взять квартиру Когда брали квартиру Нордовольческую Саперном переулке Там ее брали В два захода Первый раз Просто не смогли Пришли На них стали стрелять Они пошли за подмогой Вот тогда уже Тогда уже Их взяли Тогда СОБРа не было СОБРа не было Да тогда много чего не было Вот я говорю Послушайте следующий выпуск Про вооруженное восстание В Москве Это вот прям наглядный Пример того Как это все делалось СОБР был Семеновский полк Солдаты были СОБРом И Да Был карательный Абсолютно рейд Но опять-таки Там я объясняю Почему на самом деле Такие настроения у них возникли Они тоже были Не с пунктолыку Я их никоим образом Не оправдываю Но причина На то существовали Ну и потом досталось И в советское время Перечпокали Семеновцев Они еще отличились тем Что они В семнадцатом году Примкнули К новой власти А потом они Полностью В шестом Шестом Штыков Перешли на сторону Белогвардейцев Ну после такого Извините Никакая власть Вас любить не будет Ну тогда что Тогда все Хочу напомнить Что у нас будет С вами Последняя лекция В этом году Через неделю Про Романова Без соплей Да Князь Сусимский Князь Ходынский И потом будет еще Одна лекция На Новый год Третьего января Романова Без соплей Владимир Кровавый И его последний Император Сын А потом Быть долгий перерыв На самом деле Я боюсь Что даже Там до весны Да Вот так вот Так вот случится Ну что ж В скайпе Хоть как Ну в скайпе Глубиной почте Да Значит Спасибо большое Что пришли В конце хочу сказать Что обычно Я этого не делаю В других своих выпусках В других своих проектах Но после своих лекций Я предлагаю всем Посмотревшим Если есть желание А самая главная Возможность Задонатить Все реквизиты Указаны в описании Под этим видео Также напоминаю Что в конце марта Едет вторая группа В Париж 25 числа Если у вас есть желание Присоединиться Вышли все подробности Вам на Собственно Электронный адрес Или куда вы мне Напишите Вконтакты Или так далее Следующие лекции Состоятся На самом деле В январе И феврале Когда еще Точно не знаю 3 января Я запланировал Лекцию в Москве Но придется ее отменить Потому что Половина людей Разъезжается Поэтому следите За анонсами Опять-таки Которые указаны В описании Под этим видео И будет вам счастье Также хочу сказать Что если вы хотите Почувствовать Тру Петербург Со всеми вытекающими То в феврале И возможно еще В марте На праздники мартовские Я собираю Экскурсионную группу Сюда В Петербург На 3 дня Пятница, суббота, воскресенье Ну в основном Для москвичей Но также для всех желающих Соответственно Разработал Свою авторскую программу Про террористический Петербург Про романовы Бесоплей Про вот это все Ну заодно Вот посмотрите Практически Аутентичную квартиру Где по идее Могла жить Старуха-процентщица Именно из нее Я сейчас и вещаю Со средней Подеческой 15 Опять-таки Если вам это все Интересно Пишите мне Я выше все подробности